Приготовлено первое задание. Разгласка. Ребенку надо разукрасить виртуальные предметы с помощью джойстика. Это тот случай, когда компьютерная игра только на пользу. Интерактивная технология Моби Малыш помогает малышу сформировать представление о форме, величине, цвете. Помогает ориентироваться в пространстве. Также в кабинете психолога педагогического сопровождения есть игра под названием «Жидкий пол». Ее уже используют для развития общей моторики. Также ребенок чувствует свою успешность. Игровой формат снижает у ребенка тревожность. И ребенок стремится к результату, что очень важно, особенно для наших детей. В детском саду номер 133 уверены, если ребенок от занятий получит удовольствие, то процесс обучения пойдет гораздо быстрее. Это касается и детей с особенностями развития. Их здесь 190. Недавно придумали и внедрили так называемую поляну активности. Это результат совместной работы дефектологов, логопедов и психологов. Территория на улице разделена на зоны крупной и мелкой моторики, зону общения, сенсорных игр и не только. При этом задания педагоги постоянно меняют. Главное преимущество – помощь в развитии навыков общения. Например, подать мяч другому человеку. Это кажется легко, а для особенного ребенка – сложная задача. Причем поляну активности можно использовать и зимой. Одна из простых и интересных игр, доступных для детей по глубокому снегу – хождение в больших валенках вслед в след. Знаете, как это бывает? Сколько силы нужно, сколько нужно сноровки, чтобы в валенках пройти не только взрослому человеку, но и особенно ребенку. Помимо этого, в детском саду используют и множество других технологий. Например, сенсорную комнату, в которой дети учатся чувствовать свое тело. Для них это тоже непросто. Также воспитатели проводят индивидуальные занятия. Но перед этим ребенок с педагогом составляют расписание. У нас проходит ежедневный утренний круг. Это помогает детям понять, что следует сначала, что следует потом. То есть таким образом идет структурирование деятельности детей. И это очень хорошо сказывается на их поведении. Они успокаиваются и становятся более усидчивыми. На достигнутом коллектив детского сада не остановится. Здесь готовы осваивать и придумывать новые методы адаптации для особенных детей. Карина Закирьянова, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.